Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 сентября, день Ефимии. Сегодня почитают память великомученицы Ефимии Всехвальной. Одна из семи христиан во время гонений была схвачена. Пытались соблазнить за ее красоту. Подвергли истязаниям, но она осталась невредимой. Бросили к зверям, которые не тронули ее. И лишь после того, как она услышала голос неба, призывающий ее к себе, медведица ранила Ефимию, и она тут же умерла. Одновременно в городе произошло землетрясиня, которая разрушила все языческие храмы. Сейчас начинают стричь овец, из шерсти которых делали валенки. Продолжалась заготовка капусты на зиму. Делали это сообща. Устраивали капустные вечеринки. Собирались в доме знакомых и под песни, шутки, прибаутки. Разговоры занимались заготовками. Квасили и солили капусту с морковью, яблоками, брусникой, клюквой. Приметы. Сухая и теплая погода сегодня предвещает позднюю и мягкую зиму. Смотрели, сколько жира у диких птиц. Чем его больше, тем крепче морозы будут зимой. Если сегодня слышится гром, зима будет бесснежной. Если высоко гуси летят, к высокому весеннему половодью. Низко, к дружному и скорому снегу и к малой вешней воде. Вот, значит, они вегетарианты. Может быть, так оно и было в 19 веке. Ну, может быть, может быть. Сырыми фруктами, овощами, зимой высушенными на солнце абрикосами. И пророщенными зернами и брызами. И мы сейчас как раз их приготовим. Да, сделаем этот фарш. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из проросшей пшеницы. Пошло. Хороший фарш получается. Да. Посмотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика. И они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри, мы с тобой как раз, помнишь, как-то рассказывали о пяти первоэлементах, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек и вот он пятый. А почему нет шестого, а почему нет четвертого? Но еще не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство. Пространство строится с позиции пяти первоэлементов. Значит, в середине зерно, в середине зерно, да, и оно дает отросточек раз, два, три, четыре, то есть закономерно идут четыре направления, не три, не пять, а именно четыре. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да, из мелочи. И более того, да, из мелочи, и еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот, яблочко разрезали, да, и считаем, сколько тут камер? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А почему пять? Вот почему пять, а не шесть, а не три, а не четыре? Потому что пять элементов... Пять вот этих вот первоэлементов действует, то есть пространство начинает строиться. Эти пять элементов... Пять первоэлементов – это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из пророшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок? Он хорошо очень окрашивает, ну и потом... В качестве пигмента берем, естественно, свекольный сок. И вместо сахара, который я использовала в своем бонерском детстве, я решила использовать кунжут. Сим-сим, откройся. Семена кунжута. Он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того, вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Почему? Да потому, что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоения того же хлеба, что немаловажно. Видишь, почему кунжут так уменяется? А вот это узбекские лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что в любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции, и делает наш продукт более целебным. Геннадий Петрович, ну раз мы уже затронули такие космические вопросы, мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, вот читая вашу книгу, вот на хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно? Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов, и по ним ездят машины, и они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть, и абрикосы здесь в Москве, да, на рынке? Думаю, может быть я где-то когда-нибудь была хунной? Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо? Как вот люди говорят, ну вот химия есть, вот что это такое? Это интуиция? Или что? Вот почему? Один материал нравится? Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот говорит, с нашим телом, и нам хочется вот того, что было в детстве, как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон, жив он в непосредственной близи от долины хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и кайморовые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и кайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok